МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на канале СТВ. В студии Олег Степанюк. Здравствуйте. Триумф белорусов на чемпионате мира по гребле. Сегодня экипаж женской байдарки «Двойки» в составе Маргариты Михнёвой и Марины Литвинчук завоевал золото на дистанции 200 метров. С успехом спортсменок поздравил президент Беларуси. И менее часа назад победу держал и экипаж женской байдарки «Четвёрки». выступавший в олимпийской дисциплине на дистанции 500 метров. Всего за время соревнований в итальянском Милане нашей сборной удалось завоевать 8 наград. Половина из них – высшие пробы. Соревнования продолжаются. Белорусские военные направились в Псковскую область для участия в учениях коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. К манёврам привлекаются национальные контингенты вооружённых сил Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Сегодня на полигонах отрабатываются вопросы взаимодействия, информационной и психологической безопасности. На втором этапе учения будут демонстрироваться действия по локализации вооружённого конфликта и уничтожению незаконных формирований в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности. Не стихают оружейные залпы на Донбассе. За минувшие сутки режим тишины был нарушен около 80 раз. На этот раз самой массивной атаке подвергся город Славяно-Сербск. Там разрушены здания, в нескольких местах падения снарядов возникли пожары. Данных о погибших пока не поступало. А те времена напряжённая обстановка прочно входит в жизнь детей региона. В новом учебном году в школах Мариуполя введён курс по поиску мин и неразорвавшихся снарядов. Для ребят предусмотрены занятия, где они научатся делать сувениры для военных. А те, кто постарше, в игровой форме будут проходить строевую и огневую подготовку. Трагедией закончилось красочное авиашоу в Великобритании. После военный истребитель-бомбардировщик начал выполнять сложный манёвр, но не смог его завершить, упал на шоссе и взорвался. Погибли 7 человек, не менее 15 получили ранения. Пилоту самолёта удалось выжить, но он находится в критическом состоянии. В настоящий момент спасатели продолжают работу вокруг места происшествия. И не исключено, что число жертв возрастёт. Авиашоу должно было продолжаться несколько дней, но из-за ЧП его отменили. Смертельное ДТП на трассе Минск-Могилёв. В Червинском районе два человека погибли, один госпитализирован. Спасателям пришлось ликвидировать загорание автомобиля и деблокировать погибших водителей-пассажира одного из автомобилей. Лесные пожары добрались до севера Беларуси. Впервые с начала засухи в Витебской области спасателям пришлось тушить за сутки сразу четыре пожара в экосистемах. Пятый класс горимости сейчас объявлен не только в южных регионах, но и в некоторых районах Минской области. И синоптики в ближайшее время дождей не обещают. Пора в школу. В Минске второй день проходит масштабная ярмарка товаров к школьному сезону. У Дворца спорта продукцию представили не только крупные торговые организации, но и производители одежды и обуви. Мы знаем, что здесь белорусское в основном всё продаётся. Интересно сравнить, что продают на рынках и что продают наши производители. Что-то джемперы, например, очень многие рубашечки, очень классное белорусское производство. В ассортименте есть у нас школьная форма, также бельё, носочки, школьные все принадлежности. Но всё, что нужно, чтобы собрать ребёнка в школу. Дребенские торжки. По таким названиям в пятый раз на Могилёвщине прошёл фестиваль народных промыслов. В этом году на ярмарку съехались ремесленники из Беларуси, России и Украины. А гости из Китая с удовольствием участвовали в различных мастер-классах. Подробности у Ирины Недобоевой. Елена Леднёва на Дребенских торжках впервые. Народный мастер из Смоленска привезла на выставку своё детище. Вязаную игрушечную лошадку. Культурное наследие предков, которое мастеру вместе со своими кружковцами удалось возродить в первозданном виде. Когда пересекаешь границу, буквально несколько метров, и очень большая разница. Молодцы, то, что вот это вот чистенько, аккуратненько. К этому надо стремиться. Напоминает европейские какие-то вот французские поля. Даже это здорово. Белорусы, россияне, украинцы праздник объединяет и демонстрирует колорит народных умельцев из славянских стран. Белорусские жерезчики славятся испокон века. И Кремль московский они делали даже. Вот есть такое понятие белорусская рейс. Что касается меня, я в принципе буду делать всё, чтобы это как бы ремесло не исчезло. Осталось наследие нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам. Я занимаюсь тем, что мне нужно. Есть минуты могу вышивать, есть минуты могу за машину сесть и шить. Шаповальством дребенщина славилась издревле. Мода на эту экологически чистую обувь сохраняется до сих пор. Только современные мастера подходят к изготовлению валенок более креативно. Подтверждение тому вот такие искусно выполненные разнообразные орнаменты, узоры и декор. Пройти мимо такой красоты ГМН просто не мог. На фестивале Дребенские торжки гости из Поднебесной впервые и их впечатлением нет предела. Много людей, у них одеваются традиционные костюмы, много традиционных элементов, много традиционных блюда. Но это очень интересно, я думаю, это очень важно. Очень хорошо, что Берусы отлично сохраняли свои традиции. Это очень важно для каждого народа. Очень важно, что общаться с людьми, замечательного народа и замечательного праздника. Наваристая ухаживая вода, травяные чаи гостей фестиваля Дребен встречает гостеприимно и с размахом. Мы уверены, что белорусам сегодня есть чем гордиться. Мы рады тому, что с каждым годом эти народные ремесла набирают обороты и пробуждают интерес у наших людей. Когда-то в 19 веке на Дребенской земле в День святого пророка Ильи проводили знаменитые по всей округе торжки. Слава ярмарки с годами канула в лету. Но благодаря такому фестивалю народного творчества, промыслов и ремесел, который проводится вот уже пятый год подряд, эту добрую традицию предков современникам все же удалось возродить. Ирина Недобоева, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевская область. Медведица и пятеро медвежат искупались в надувном бассейне в Нью-Джерси. Происходящее в собственном дворе сняли на камеру владельцы дома. Проказничали незваные гости в течение часа. За это время косолапы успели не только искупаться, но и повозиться со спортивным инвентарем, попытались катиться с горки и даже покачаться на качелях. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в 16.30. Субтитры создавал DimaTorzok